Скажите, пожалуйста, Пётр, вот сейчас вам предстоит снова петь песни военного репертуара. Их песни, вот я как раз писала о том, что они настолько, вот песни Соловьёва и Седова в частности, они настолько вот уже и музыкальность, и лиризм, и там вообще ничего не надо делать, надо просто вслушаться и петь. В общем, не надо пытаться что-то там осовременить, они абсолютно остались современными. Вот расскажите, как вы считаете, вот как вам хочется петь эти песни? Совершенно верно, по сути, вы всё и высказали. Я думаю, когда мы говорим о репертуаре, который можно назвать классическим, Ну, что значит классический? Значит, слово классика – это наивысшее достижение в какой-либо области. Ну, например, Илья Илов, когда я с ним брала интервью перед концертом, он сказал, что песни Соловьёва и Седова можно сравнить с песнями Шуберта. Что это классика, а композитор Плешак сказал, что вообще это великое явление советской песни. Совершенно согласен. Вот именно я об этом и говорю, когда пытаюсь выразить, что такое классика, то есть наивысшее достижение в какой-то области, когда на высоте всё. Поэзия, даже, знаете, просто текстами это назвать недостаточно. Когда есть поэзия, когда есть настоящая музыка, когда есть настоящая идея, какая-то важная, нужная для всех, простая, понятная, о главном, и когда всё это совпадает, что остаётся исполнителю? Вы сказали совершенно верно – слушать, учиться тому, что там заложено, и стараться не привносить ничего искажающего, это по форме или по содержанию. Слушать и… Вот наша задача первая – не испортить. А дальше уже стараться в идеале соответствовать, потому что здесь это целая наука жизни, наверное. А вот такие классические произведения, как наша классическая песня – это то, чему есть смысл учиться всю жизнь. Учиться всю жизнь, вырастать до них человечество. Ну, надеюсь, так и будет. Вам удачи, успеха и вообще удачи в карьере. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.